приветствую вас на своем канале сам себе бензомастер вот сегодня в ремонте генератор эндрес на два с половиной киловатта максимальная пиковая мощность вот но как бы не заводится вот выдернут шнур пытались завести ну скорее всего чаще случае почему не заводится генераторы после долгого стояния это из-за того чтобы бензин находится в карбюраторе очень долгое время генераторы надо глушить если вы не собираетесь долго работать генераторы надо глушить не кнопкой выключения вот этой вот кнопку а перекрывать топливный кран перекрыванием топливного крана вы закрываете карбюратор двигатель полностью вырабатывает из карбюратора топлива он останавливается и до следующего раза до следующего запуска он стоит сухим карбюратором тогда без проблем следующий раз он у вас всегда заведется так значит ну изначально для того чтобы что-то делать начинать мне надо отремонтировать вот этот вот стартер сначала потом уже дальше дальше смотреть то есть снимать карбюратор снимать карбюратор проверить регулировку клапанов на нем кстати вот когда я сниму сейчас стартер стартер вот тогда я могу принципе легко проворачивая от руки таленвал я буду выставлять выставлять верхнюю мертвую точку и тогда просто будет отрегулировать клапана так сейчас я снял стартер снял стартер ну что здесь вот кулачок вылетел кулачок то есть я посмотрю в чем проблема в чем причина ну и соответственно уже потом будем мы ремонтировать так секунду так давайте отремонтируем стартер здесь вот вылетел вот этот кулачок или лавка вот из-за этого соответственно он подклинил потому что эта лавка попала непосредственно откручиваем посмотрим что почему она вылетела что ее не держит в принципе тут и 1 кулачка конечно достаточно для того чтобы нормально заводить генератор ну проверим почему он вылетел если честно говорить то я здесь вообще никаких не вижу проблем поломок почему вылетел кулачок даже тяжело предположить потому что в принципе как бы он находится на своем месте находится на своем месте точно так же как и этот ну возможно слетела конечно пружинка сейчас я проверю нет пружинка уже стоит нормально то есть наверное так клиент дергал так закручиваю вот этот винт закручивать его надо очень 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 хорошо потому что если он открутиться если он открутиться соответственно и сломается стартер сейчас я закручиваю проверим сначала как работает стартер работает стартер хорошо а вот теперь очень 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 сильно его надо затянуть все затянул стартер в принципе отремонтирован ничего не болтается все стоит на месте стартер цел переходим переходим к следующему этапу это мы сейчас будем с вами снимать карбюратор снимать карбюратор и чистить его так теперь давайте снимем карбюратор то есть мы снимаем воздушный фильтр откручиваем вот эти вот четыре винта так четыре винта этих открутили сняли теперь две гайки которые крепят карбюратор и вот тут вот еще один болт до того чтобы нам снять вот этот переходник воздушного фильтра клапана находятся вот здесь под этой крышки я покажу вам и теперь две гайки откручиваем откручиваем так 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 все открутил я гайки теперь мы снимаем вот мы получили доступ к карбюратору сейчас мы его и отсоединил то есть отсоединяю трубочку подачи топлива и приготовьте ее может такую высшую с него потечет бензин приготовьте ее чем-то закрыть у какой-нибудь болт винт так вот пер . лицевой аккуратно снимаем трубку бензин потек я закрыл все мы получили доступ к карбюратору для того чтобы его снять снимаем карбюратор то есть смотрите я его подвигаю и снимаю пружинку аккуратно снимаю и вытягиваю вот эту тягу все карбюратор освободил карбюратор можно будет чистить так теперь давайте покажу вам клапана я не находятся и как их проверять клапана находятся вот под этой клапанной крышкой 4 винта откручиваем болта вернее и получим доступ к клапанам перед тем как регулировать клапана надо снять свечу для того чтобы нам выставить верхнюю мертвую точку сейчас под этой крышкой находятся вот клапана непонятно почему здесь сажа под выпускным клапаном возможно что он не закрывается сейчас мы это проверим возможно что он не закрывается положение и пропускает сюда газы свечу выкручу и теперь нам надо вы выставить верхнюю мертвую точку которой регулируем клапана точки для этого до этого я беру вот такой вот пластмассовую деревянную палочку можете вставить свечной отверстие и теперь вращая за поленвал вот мы выставили верхнюю мертвую точку да сейчас мы проверяем потому что здесь это может быть не совсем верхняя точка верхняя точка когда у вас оба клапана должны быть в свободном состоянии этот клапан свободный этот в принципе тоже свободный мы сейчас проверим зазоры еще раз давайте провернем так в этом положении закрыты оба клапана теперь вовремя верхнюю мертвую точку то есть поршень если вы будете дальше проворачивать он будет соответственно уходить вот сейчас проверим после того как мы выставили мы берем щуп вот такой вот набор щупов щуп на 0,2 0,2 0,2 и заводим между клапаном и вот этим коромыслом сейчас проверим какой здесь зазор стоит давайте вот 0,25 0,25 не проходит на выпускном 0,25 0,2 то есть можно подрегулировать вот этот выпускной клапан выпускной клапан можно его подрегулировать до 0,2 ну в принципе можно и так оставить то есть вот это что здесь нагар возможно что это он уже был в ремонте возможно что до этого с ним регулировали этот клапан ну и соответственно не чистили то что тут осталось потому что клапан закрывается и клапан в принципе правильно зазор стоит так ладно давайте закроем крышку эту клапанную в принципе клапана мы проверили крышку можно поставить сейчас я поставлю стартер поставлю стартер и проверим искру а потом уже перейдем разберем карбюратор и посмотрим возможно там надо про каналы прочистить скорее всего что там есть грязь которая не дает нормально закачать ему бензин вернее пропустить через себя бензин потому что здесь нету насоса здесь бензин поступает в карбюратор самотеком бачок находится сверху и самотеком бензин поступает в карбюратор трубку вентиляции картера мы можем пока не ставить чтобы она нам не мешала возьмем поставим сейчас стартер и попробуем проверить искру и 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 вот где-то любой металлической части вот свеч зажигание у нас должно быть включена кнопка нужно быть включена вот смотрим искра есть искра достаточно хорошая все с этим пока все можно вкрутить свечу на место сейчас мы с вами займемся карбюратором никаких тяг трогать не надо особенно вот ту тягу вот эту тягу регулировки не снимайте вот эту пружину и не трогайте с ней ничего делать не надо разберем карбюратор откручиваем нижнюю часть поплавковая камера под ней в принципе все и находится поплавок вот можно сразу же и проверить как он работает то есть мы сюда одеваем трубочку надеваем трубочку сейчас я не буду дуть когда я дую и поднимать поплавок я у меня должен воздух проходить здесь воздух не проходит здесь игла вот эта которая стоит она очень-очень вот окислился канал и игла осталось в канале вот теперь мы будем пытаться это все как-то подтянуть разобрать аккуратно чтобы не поломать ничего вот эти вот проблемы когда долго долго стоит с бензином сейчас я попытаюсь его средством для чистки карбюратора попытаюсь чтобы его как-то сдвинуть потому что пока не получается сдвинуть иглу вот вытянулась вот эта игла вот видите окислы вот теперь вот теперь это все надо хорошо хорошо прочистить прежде всего средством для чистки карбюратора это предварительно я делаю вот эту иглу посмотрите чтобы вот здесь вот не было окислов их надо прочистить надо хорошо хорошо удалить все вот эти вот окислы которые есть жиклеры выкрутим жиклеры отверткой шлицевой опять же без фанатизма чтобы не сорвать шлицы перка должна быть хорошая с хорошими шлицами иначе вы сорвете потом и не выкрутить и не закрутить и вот жиклеры отверстия здесь и здесь все эти отверстия надо хорошо прочистить и продуть не очень для такой цели вот стоматологические иглы вот этими иглами я прочищу каждое из вот этих вот отверстий вот так вот аккуратно их пройду и еще раз и 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 сейчас попробуем поставить иглу на место и посмотрим как она работает как она ходит то есть я вставляю обратно свое место и посмотрю она должна очень очень легко свободно без всяких вообще усилий можно вот так вот взять еще сюда аккуратно прочистить тряпочки все вот теперь мы сейчас поставим обратно иглу она ставится вместе с поплавком вот так вот то есть надевается на поплавочек и аккуратно она вставляет сейчас так придерживаете и и направляете свое отверстие все и вот теперь сейчас мы с вами проверим как работает поплавок поплавок должен быть параллельно этой плоскости для того чтобы карбюратор не переливал бензин он должен быть параллельно плоскости если нет то тогда язычок надо будет подгибать то есть добиваться параллельности вот теперь дую переворачиваю карбюратор дую воздух идет подымаю воздух перестает вставляю жиклер вот этим вниз вот так раз и все и закручиваем без фанатизма то есть закручиваем до упора как только усилия появилась чуть-чуть буквально постянули все он не выкрутится за это вы не переживаете поплавковую камеру закроем так потому что карбюратор вот у нас стоит под двигателю чтобы если нам нужно открыть это для сливать бензин у грязь и выливались попал койками здесь поплавковая камера чистая ну вот была проблема в том что залипла его в принципе все карбюратор этот я поставлю сейчас обратно то есть никаких я не трогаю регулировок проблема была не в регулировках карбюратора и сейчас поставлю обратно на генератор так вот наш карбюратор заслонку воздушную устанавливаю на свое место и сейчас одеваю карбюратор вот я его одеваю поворачиваю вот эту дроссельную заслонку и не вставляю вот эту тягу вставил тягу и обязательно ставлю пружинку в отверстие от отверстия вот я вставляю пружинку то есть вот у вас тяга стоит и пружинка стоит все карбюратор я поставил теперь можно к нему подсоединить трубку подачи топлива и заполнить карбюратор то есть открыть краник заполнить карбюратор пока его не прикручивая для чего чтобы посмотреть чтобы нигде ничего не текло что правильно игла закрывалась сейчас наполняется карбюратор проверьте не должно быть нигде вот здесь не подтеков то есть если вы где-то поставили неправильно резинку уплотнительную все это увидите сразу же когда откроете топливо ничего не течет можно поставить под воздушный фильтр переходник то есть гайками я закрепляю карбюратор и с обратной стороны одним болтом прикручу переходник то есть я сейчас наживляю гаечки болт с обратной стороны подкрепляю генератор эндрес принципе от китайского вообще ничем не отличается ну какими-то там внешним бачок выполнен по-другому там что еще но глушитель немножко по-другому сделан двигатели одинаковые абсолютно двигатели стандартные двигатели одинаковые и запчасти которые с китайца на него все подходят идеально потому что это тоже сделать в китае просто продается под брендом другим так вот я прикрутил карбюратор давайте попробуем с вами завести заслонку воздушную я закрываю открываю проверяю включен ли включен или зажигание пытаемся с вами вот он уже чихает это хорошо чихает значит есть жизнь есть это уже хорошо почему он не заводил сейчас объясню потому что вот это вот когда я прикручивал я не проверил тягу а надо было мне ее проверить чтоб она просто пружинка зацепилась там теперь пробовать ну пока не получается пока не получается будем сейчас смотреть из-за чего он должен по идее очень легко заводится сильно в натяг идет вот эта тяга в натяг идет открутим она должна свободно быть находиться здесь гайками так поджали этот регулировочный винт он должен быть свободно то есть вот это вот вторая пружина она как бы должна быть свободно гайки здесь в принципе не надо было гайку давайте еще раз генератор заводится то есть проблема была в том что он чихал вот здесь вот этот винт регулировочный вот он он должен быть свободно то есть где-то уже может еще из-за того что он стоял генератор грязь пыль попала вот то есть мы сейчас сюда это все в дэш прольем и попробуем еще раз его завести сейчас я возьму какую-то нагрузку подключу и проверим как он под нагрузкой будет работать ну вот я взял болгар очку сейчас вам покажу включаем заводим как видите слышите работает отлично чуть-чуть я ему добавил оборотов вот этим винтом не карбюратором а вот этим вот винтом вот он винт вот он который был сильно выкручен я им добавил оборот теперь у меня вот это вот пружинка вот это вот пружина вот это вот пружина видите она свободно болтается она так и должна быть вот то есть отсюда в дэшке смазал вот эта тяга должна очень свободно ходить вот теперь когда генератор заводится вот еще раз давайте мы с вами его заведем все обороты стабильные все хорошо генератор работает то есть здесь мы с вами что сделали мы почистили карбюратор проверили клапана вот ну и сделали небольшую регулировку для холостого хода принципе все работы произведены сейчас я закрою эту крышку и можно отдавать его в работу вам спасибо за внимание до новых встреч подписывайтесь на мой канал youtube сам себе бензомастер спасибо за просмотр!